Доброе утро! Корреспонденты телеканала ОРТ готовы рассказать о важных событиях региона. В эфире новости дня и в студии Анна Фтюрина. На поддержку государства могут рассчитывать только те, кто сам поддерживает сельхозработников. Поиски шестилетнего Ярослава Степанова не завершены. Теперь к ним присоединились и 16 собак и щей. Свалку в Неженке ликвидируют. Администрация ищет подрядчика для решения проблемы с мусорным полигоном. Подводниками просто так не становятся. Обычай посвящения должен пройти каждый, кто ступил на корабль. Приют для бездомных животных все-таки будет в Южном. Администрация уверяет, все требования и нормативы соблюдены. Завершился чемпионат России по бильярду. В копилке оренбуржцев серебро и золото турнира. Начинаем с предупреждения от спасателей МЧС. В Оренбургскую область возвращается грозовой фронт. При этом сохраняется 30-градусная жара. В ближайшие сутки местами по области ожидаются громы, молнии. Преимущественно на севере и востоке региона. Жарче всего, как обычно, будет на юге Оренбуржья. Теперь к другим темам. В Новосергейском районе не прекращаются поиски пропавшего ребенка. В Ахмерово идут уже десятые сутки операции. Помимо криминалистов, следователей, полицейских и волонтеров, к ней присоединяются все новые специалисты. Из Бузулука накануне приехала команда кинологов и почти два десятка служебных собак. Поисковая операция приняла уже беспрецедентный для региона масштаб. По информации отряда Оренспас, к этому часу на разбитую по квадратам местность отправились новые группы поисковиков. Они приехали на смену волонтерам, которые выполняли задачи последние несколько дней. Желающих принять участие в поиске ребенка много, но есть некоторые препятствия. Поисковики помогают решить вопросы с транспортом для доставки добровольцев к месту операции. Личные автомобили заполняются под завязку. В поисках задействованы не только пешие силы, но и квадроциклы. Добавим, что к десятым суткам поиска местонахождение ребенка все еще остается неизвестным. Шестилетний Ярослав пропал вечером 24 июля. Он убежал из двора дома в селе Ахмерово. В районе и прилегающих территориях развернули самую масштабную поисковую операцию в истории области. Ребенка искали на земле, в воде и с воздуха. Количество участников поиска достигало 500 человек. Это оперативники, волонтеры и местные жители. Из-под стражи под домашний арест. Суд изменил меру пресечения Никите Сафронову. Следствие настаивало на том, чтобы обвиняемого оставили в СИЗО. Но чиновника отпустили домой. Несмотря на то, что во время расследования появились новые факты. Теперь в отношении Сафронова возбуждено уже два уголовных дела. Никиту Сафронова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Ущерб 16 миллионов рублей. По предположению следствия, глава комитета действовал не один. Сейчас устанавливаются остальные лица. По неподтвержденным данным, это сотрудники мэрии. Напомним, Сафронов был назначен главой комитета по управлению имуществом 7 июня. В этот же день его арестовали. Мужчине выдвинули обвинение о получении взятки с суммой в 275 тысяч рублей. По версии следствия, обвиняемый получал деньги частями от предпринимателя. Якобы бизнесмены угрожали расторжением ранее заключенных договоров аренды муниципального имущества. Все это проходило с июля 2019 года и по декабрь 2021. Во время расследования, а это около месяца, Никита Сафронов находился под стражей. Сейчас мера пресечения чиновнику изменена. Он будет находиться под домашним арестом до 6 сентября этого года. Теперь к другим темам. Субсидии сельхозтоваропроизводителям, отмена штрафов для большегрузов и бесплатный проезд на пригородных поездах для детей. Эти и другие вопросы рассмотрели на заседании правительства области. Принято несколько ключевых для региона решений. Поддержка сельхозтоваропроизводителей – одна из актуальных тем повестки дня. Для хозяйств, которые занимаются растеневодством, разработана мера поддержки. Сумма затрат у многих на приобретение элитных семян в два раза превышает объем доходов. Теперь принцип расчета изменится. Суда мы, Денис Иванович, предусматриваем всех, кто купил семена с 1 ноября. И, соответственно, по 1 июля выплата составит на этой цели 190,4 миллиона рублей. Из них 82% – это федеральные средства, 18% – средства региональные. Губернатор обращает внимание и на выплату зарплат в сельском хозяйстве. В отрасли есть предприятия, где много временных сотрудников, которым индексация выплат не производится. Некоторые берут специалистов только на полставки или вовсе на сезон. Летом поработали, а на зиму их всех выгнали. Причем так делают далеко не все, так, Сергей Викторович. Кто-то же делает круглый год, держит, и коллектив свой держит, и помогает ему, и зарплату достойную платит. А есть кто наоборот. Причем мы в одном районе, соседние поля. Поэтому считаю, что вот такие предприниматели, которые живут в такой логике, временной и нестабильной для наших граждан, конечно, поддерживать мы не должны. Расширенные меры социальной поддержки оренбуржцам. В частности, членам семей погибших военнослужащих будет оказана психологическая помощь. Также бесплатное обучение в школе ухода за инвалидами, если это требуется. Второе изменение – это мы расширяем круг лиц, имеющих право на бесплатное получение социальных услуг в стационарной форме. Поставщиками социальных услуг, в том числе государственными реабилитационными центрами. У нас их два, Руси, Бодрость. Для лиц, числовые наслужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, а также принимавших участие в спецоперации. Бесплатный проезд в пригородных поездах детям до 7 лет. Такое постановление принимает правительство области. До этого за билет не нужно было платить детям до 5 лет. Платить не будут и водители большегрузов, которые перевозят зерно, продукты, его переработки или корма для животных по дорогам общего пользования. Даже там, где установлено ограничение по весу транспортного средства. Ольга Энгельс, Игорь Бероев, Новости дня. Свалка в центре Оренбурга. В редакцию РТ обратились жители дома номер 4 по проезду промысловому. Их беспокоят бытовые отходы, которые не убираются с мусорной площадки неделю. И, по словам оренбуржцев, ситуация повторяется уже не в первый раз. В ее причинах разбирались наши корреспонденты. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 15 августа. А 17 числа уже запланирован аукцион. Срок выполнения работы 30 ноября 2023 года. Проект ликвидации свалки в Оренбургском районе прошел все необходимые экспертизы. Мусорный полигон ликвидируют в рамках федеральной программы «Чистая страна». Ранее мы сообщали, что из-за роста цен первый этап работ мог обойтись в 198 миллионов рублей, вместо заложенных изначально 126. Когда специалисты уточнили все действующие цены, то выяснилось, что подорожала ликвидация почти на 33%. Некоторые позиции в смете и вовсе выросли втрое. Речь идет о специализированном материале – геоткани и мембране, которыми будут застилать дно будущего мусорного котлована. Ликвидировать полигон собираются в два этапа. На первом все складированные там отходы извлекут из земли. После закопают в огромном специализированном котловане. Срок до ноября 2022 года. Ну а на втором этапе на территории полигона высадят травы и кустарники. Поставят ограждения. Эти работы должны финишировать уже в следующем году. Небезопасный ремонт. Жители улицы Восточная Оренбурга бьют тревогу. Подрядчик при обновлении фасада не предусмотрел перенос силового электрического кабеля, решив просто спрятать его под утеплителем. Но это невозможно и крайне опасно. Провод питает весь дом. Как теперь быть жильцам и кто поможет им разобраться с проблемой, выясняла Диана Кузенбаева. Кабель под высоким напряжением на торце фасада. Так он висит не первый год. Перебои со светом и электричеством в этом доме не редкость. Я сам не электрик. Я не знаю, как по правилам надо. Но если неправильно, пускай переделывают. А было так на 5, на 10, на 15 минут. В полность где-то раз и свет все погас. Причину в этом кабеле или нет, люди точно не знают. Многие даже не задумывались, что питает их дом электроэнергией. И насколько это безопасно. У меня вообще не... Я его не видел, Диана. А сколько лет здесь живете в этом доме? С дня образования, 67-го года. Но теперь, когда строители делают капитальный ремонт, жители стал волновать вопрос безопасности. Если произойдет замыкание, утеплитель загорится, как спичка. Причем газовую станцию, которая находится рядом с домом, демонтируют. Однако в фонде модернизации поясняют, что кабель нельзя перенести. И на это есть свои причины. Этот кабель не относится к ремонту капитального фасада. Этот кабель принадлежит ресурсоснабжающей организации. И подрядчик не имеет права с ним ничего делать без ведома ресурсоснабжающей организации. То есть он находился на этом месте много лет. Его не трогают. То есть вокруг него ведется ремонт фасада. Потом для красоты его уберут в кабель-канал. В управляющей компании дома номер 17 по улице Восточной в телефонном разговоре нас заверили, что городские электросети и подрядная организация должны обеспечить безопасность жилого дома. Диана Кузимбаева, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. А сейчас ненадолго прервемся. И вот о чем расскажем в нашем выпуске далее. Подводниками просто так не становятся. Обычай посвящения должен пройти каждый, кто ступил на корабль. Приют для бездомных животных все-таки будет в Южном. Администрация уверяет, все требования и нормативы соблюдены. Завершился чемпионат России по бильярду. В копилке оренбушцев серебро и золото турнира. Мы продолжаем к новостям экономики. Снять доллары и евро в большом количестве по-прежнему невозможно. Центробанк продлил ограничения на снятие иностранной валюты еще на полгода. Это решение стало ответной акцией в отношении недружественных стран коллективного Запада. Напомню, 24 февраля началась специальная военная операция на Украине. Одновременно США и Европейский Союз заморозили резервы Банка России на 23 миллиарда евро. Центробанк России в ответ ввел ограничения на снятие иностранной валюты. Финансовым структурам установлен лимит. Снять с банковского счета можно не более 10 тысяч долларов и такую же сумму в евро. Ограничения продлены еще на полгода. До 9 марта 2023 года остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты. Банки могут продавать гражданам только евро и доллара США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. Банк России вынужден сохранять ограничения в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран. Названы самые популярные денежные приметы, в которые верят россияне. По данным исследований одного из аналитических интернет-сервисов, более половины респондентов уверены свистеть в помещении, дарить пустой кошелек или выносить мусор вечером к безденежью. А каким приметам следуют оренбуржцы? Мои коллеги адресовали этот вопрос самим горожанам. Самые интересные ответы в нашем традиционном экспресс-опросе. Еще бабушка говорила, не нужно складывать мелочь возле входа, чтобы она в доме была где-то в середине, но заходишь и бросаешь, бывает, ключи и деньги, мелочь. Вот в эту примету да. Нет, я просто думаю, что к ним надо уважительно относиться и не разбрасываться ими. Нет, я реалисту не верю. Я их слышал, но не скажу, что я прямо в них там верю. Когда-то по молодости увлекалась эзотерика, и слово «нанились», вот на деньгах слоги есть, вот «нанились». Вот это я носила, наверное, в течение лет 10, но это помогало действительно. Иногда в черную кошку. А свистеть можно. Все равно нет. То, что сумку нельзя на стол ложить, ключи на стол нельзя ложить, то, что нельзя в чужом доме мыть посуду, это тоже правда. Так, да, верю. Честно, нет, не помогает. Я не знаю, наверное, надо сильно верить в это. Приют для животных в южном районе Оренбурга построят. Мэрия города приняла финальное решение. Дом для четвероногих появится на улице Амурской. Но местные жители такому соседству все так же не рады. Наша редакция направила обращение в администрацию областного центра. И вот, наконец, на вопрос, соответствует ли место параметрам, мы получили ответ. Участок на улице Амурской подходит по всем требованиям. Это подтверждает мэрия Оренбурга. Специалисты ведомства сообщают, территория соответствует эпидемиологическим нормам. Здесь же животные не будут доставлять неудобства и людям. Также администрация подчеркивает, что в зоне постройки будущего приюта нет жилых домов. По санитарным нормам расстояние от ветлечебницы питомников должно быть не менее 50 метров. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садоводно-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания. Спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. Уже в следующем году компания «Проектное бюро Город» подготовит проект. Именно эта организация выиграла конкурс. Муниципальный контракт заключили. Все работы организация должна будет выполнить в течение двух месяцев. Строительство планируют начать в 2023 году. Напомним, против строительства приюта для животных в этом месте выступали жители микрорайона Южный. По мнению оренбуржцев, запах и громкие звуки будут мешать им. Беспокоит их и тот факт, что после передержки чупированных хвостатых могут выпускать тут же, а не возвращать в те территории, где отловили. Оренбург присоединился к празднованию Дня воздушно-десантных войск. Наша съемочная группа побывала на возложении цветов в сквере имени Лебедева и Сираева. Что для ветеранов ВДВ значит этот памятный день? И какими воспоминаниями делятся сегодня друг с другом? Расскажут мои коллеги. Анатолий Шабанов в этом году отмечает юбилей со дня службы в воздушно-десантных войсках. 50 лет прилетели незаметно, делится мужчина. Но даже спустя долгие годы он вспоминает двухлетнюю службу с особой теплотой и рассказывает, что со школьной скамьи мечтал попасть именно в ВДВ. Я действительно готовился с малых лет. Почему? В свое время увлекался чтением книг, много знал про десантников. Я готовил, предварительно в радиоклубе учился, предпрыжковую подготовку прошел, в Ворск ездил и совершил, как говорится, три прыжка, которые, они обязательны для того, чтобы для службы ВДВ. У нас так вот готовили. История праздника берет свое начало с 1930 года. Именно тогда, 2 августа, на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах было десантировано подразделение в составе 12 человек для выполнения тактической задачи. В этом году десантные войска празднуют уже 92-ю годовщину. С каждым годом престиж и желание служить в этих войсках лишь растет. Это традиция такая, день воздушных десантных войск отмечать. Это как бы у каждого солдата, кто прошел эти доблестные войска, это в крови, этот праздник. И также уважение, дань нашим погибшим братьям, товарищам. Кто такой десантник? С виду смотрится, красивая форма, да? Все что знают, руками кирпичи бьют, об голову бутылки разбивают. Но это так вот показуха. На самом деле это очень ратный труд, очень тяжелый труд. Ведь, как говорят, десантник – три минуты орел, остальное все время лошадь. В изложении цветов к бюстам Виктора Лебедева и Рустама Сераева ежегодная традиция для оренбургских ветеранов ВДВ. Более 40 человек почтили память героев-десантников, погибших при исполнении. Юлия Тюшевская, Семен Воробьев. Новости дня. В тюрьму за 93 плитки шоколада. Драматичная и комичная кража в Оренбурге. Трое сладкоежек ограбили продуктовый магазин. Юных разбойников задержал наряд патрульно-постовой службы. В полицию обратился 48-летний представитель магазина областного центра с заявлением о грабеже. Видеокамеры зафиксировали, как подростки входят в торговый зал и направляются к полке со сладостями. Ребята распихивают по карманам шоколадки и направляются на выход уже бегом. Продавцы попытались остановить грабителей, но те просто оттолкнули их и убежали. Ущерб магазин оценил на 3300 рублей. Налетчики были задержаны по горячим следам. Как признались задержанные, на преступление подбил старший 20-летний ранее судимый товарищ. Его поддержали еще двое 17-летних знакомых. В отношении сладкоежек теперь возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Каждому из них теперь грозит до 7 лет лишения свободы. Чрезмерное употребление сладкого вредит не только здоровью, но и биографии, отмечают полицейские. Теперь о спорте. В Оренбурге завершился чемпионат России по бильярду. В нем отлично выступили хозяева, завоевав серебро и золото турнира. Родные стены помогают. Арена из Кокаренбуржья стала счастливой для наших земляков в комбинированной пирамиде. У мужчин, посеянный под первым номером мастер-спорта международного класса, Олег Яркулев подтвердил свой статус лидера соревнований. Он не испытывал особых проблем до четвертьфинала, где в напряженной борьбе со счетом 5-4 буквально вырвал победу у другого оренбуржца – Анатолия Дмитриева. Зато финальный матч против тольяттинца Игоря Фомкина полностью прошел под диктовку Яркулева. Олег не предоставил сопернику ни единого шанса – 5-0. Главный фаворит турнира в очередной раз стал чемпионом России. Положительных эмоций добавила новотройчанка Алиса Прилепина. После бронзы в командном первенстве юниоров она стала серебряным призером среди взрослых. Прилепина дошла до финала, где в напряженной борьбе со счетом 2-4 уступила ростовчанке Радмиле Валеевой. Ну а в списке лучших ракеток двое наших земляков. Всероссийская Федерация настольного тенниса опубликовала свой обновленный рейтинг, в который вошли и оренбургские игроки. По состоянию на вторник в первой десятке национального рейтинга присутствует двое игроков действующего и многократного чемпиона страны оренбургского клуба «Факел Газпром». На четвертой строчке находится опытнейший Александр Шибаев, пропустивший вперед только главных российских звезд – Сидоренко, Скачкова и Гребнева. За Шибаевым следует Власов, Кацман, Исмаилов, и на девятом месте расположился 23-летний оренбуржец Денис Ивонин, который провел просто блестящий сезон за свой клуб, а два месяца назад вошел в число сильнейших на элитном всероссийском турнире ТОП-16. В сотню мужчин попали и другие игроки «Факела» – Березин, Алчимбаев, Регентов, Банников, а также специализированная школа Олимпийского резерва Самохинский-Зимован. А еще более юный теннисист Оренбуржья в своих возрастных рейтингах находится на самых верхних строчках. Анатолий Юденич, Антон Полянский, Новости дня. На этом все. Напоминаю, еще больше новостей на нашем сайте орттв.ру. Присоединяйтесь к группам телеканалов в социальных сетях. Теперь и вы, и соавторы наших новостей. Если вы стали очевидцем какого-то события или столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, присылайте видео, фото и сообщения в мессенджер ОРТ. Прямо сейчас они на вашем экране. 8 987 852 6011. Работает и круглосуточный телефон горячей линии. Звонок бесплатный. Ну а я же с вами прощаюсь и до встречи в эфире.